Уважаемые друзья, мы находимся в пресс-центре Экспо-форума и продолжаем освещать работу Российского Международного Энергетического Форума. Для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь, мы приглашаем в нашу студию специалистов. И вот, в частности, следующей моей гостью будет Валерия Гулимова. С ней мы сегодня обсудим экономику замкнутого цикла. Валерия Гулимова является исполнительным директором Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс». Эта организация создалась буквально несколько лет назад, если я не ошибаюсь, в 1921 году. А в 1922 уже появился у нас в стране национальный проект, который так и называется «Экономика замкнутого цикла». Можно ли, Валерия, говорить о том, что этой теме до 1922 года уделялось не так много внимания, как уделяется сейчас? Знаете, я присоединюсь к вашему высказыванию и поддержу его. Потому что, с одной стороны, казалось бы, тема использования вторичного сырья, рационального и бережного отношения к ресурсам, нельзя сказать, чтобы она не звучала в публичном пространстве или не вставала в каких-то отраслях промышленности. Скажем так, сегментами, частями такая тема звучала. Но именно как системная, как задача на уровне государства в целом, как поручение для каждого отраслевого руководства, регулятора понять, как в этой конкретной отрасли будет выстроена работа, такого, конечно, не было. И поэтому часть вторичного сырья, вторичных ресурсов по каким-то направлениям, ну, например, ломы или макулатура, то есть вот эти блоки, где было это более выгодно, где устаканивалось уже, извините за, может, такой просторичный термин, как-то сложились отношения за долгий период, оно больше работало, оно было более востребовано. Даже иногда, может, с какими-то негативными элементами, потому что мы знаем, что в периоды, когда, ну, как бы экономический спад наблюдался, даже жалобы поступали, что там канализационные люки снимают или что-то такое на металлолом. А вот что касается бережливого производства и стимулов, которые бы сами возникли с рынка, потому что вторичное сырье было бы выгоднее, чем первичное. Увы, нет. В большинстве случаев в той цепочке экономической, которая есть у нас, вторичное сырье во многих, в большинстве видов, не является более выгодным. Поэтому, чтобы экономика сложилась и нужно влияние государства, нужны меры стимулирования или, наоборот, такого демотивирующего воздействия рублем на тех, кто все-таки сам с точки зрения экологии и экономии ресурсов не готов этому уделять внимание. Там, что называется, должно стать дороже, ну, в том числе, зачастую за счет каких-то штрафов или увеличенных платежей, если сами экономические акторы к этому не придут. Ну, а какие условия необходимы для развития экономики замкнутого цикла на сегодняшний день, на ваш взгляд? Мы с вами уже сейчас затронули некоторые условия, то есть идеальное условие, когда есть рынок, есть спрос на вторичное сырье, и это выгодно. И тогда, соответственно, сдача вторичных материальных ресурсов, а теперь у нас с 1 марта этого года, вступила в действие терминология, которая должна упорядочить всю эту линейку. Вот вторичным материальным ресурсом является тот вид отходов, который нельзя захоранивать, который надо запустить во вторичный оборот. Много у нас таких отходов в процентных отношениях? У нас много, и более того, национальный проект наш, нацпроект «Экология» и его часть федеральная, которая связана с ранее вступившим в действие федеральным проектом создания комплексной системы по обращению с отходами, они ставили эти показатели, что половина образующихся ТКО, например, она точно должна уходить на вторичное использование. И это достижимая цифра. Если мы морфологию отходов посмотрим, тех же твердых коммунальных отходов, то в них не меньше половины, а больше составляет то, что можно использовать повторно. Если оттуда, можно сказать, изъять или разделить пластики, металлы, текстиль, которому там вообще не место, потому что он совершенно становится непригодным ни к утилизации, ни к каким вариантам использования после того, как попадает в общий поток отходов. И органические отходы, пищевые отходы, которые на самом деле являются ценнейшим сырьем. Дело в том, что пищевые отходы, здесь мы немножко сделаем такое ответвление сейчас, да, такую паузу, они ведь многими не воспринимаются как ценное сырье, потому что кажется, что от них один вред. Они, попадая на общую площадку, портят другое вторичное сырье, плохо пахнут, выделяют метан, ну и так далее, и так далее. А на самом деле, будучи вовремя собранными и отделенными от общего потока отходов, это является источником для переработки в кормовые белки, которые идут на комбикорма, которые на сегодняшний день в условиях, ну, изменившейся экономической ситуации, для нас, как для страны, крайне важны в импортозамещении. Потому что, ну, если вы обращали внимание, уже звучат периодически голоса, что как раз вот эти белковые добавки, использовавшиеся для кормов животным, сейчас у нас есть с ними сложности, потому что большинство из них были импортными. Как раз технологии есть, готовность есть, и если наладить правильный чистый поток сырья, а сырьем для этого являются как раз пищевые отходы. То есть у нас все возможности, по сути, для этого есть. Совершенно верно. То есть в этой ситуации важнейшим шагом является создание системы сбора. Потому что, как такая есть пословица или поговорка, я не знаю, да, среди тех, кто работает в сфере обращения с отходами, отходы сами не придут. То есть даже если есть технология и есть понимание, что с этим делать, важнейшим инструментом является система сбора. А значит, ее надо поощрять, значит, возможно, надо какие-то меры поддержки, возможно, надо посмотреть нормативную историю, нет ли там препонов, которые мешают созданию системы сбора. Нацпроект рассчитан до 30-го года, насколько мне известно. Какие задачи все-таки стоят перед государством в рамках этого национального проекта? Чего мы хотим к 30-му году достичь? Знаете, здесь получилось так, что нацпроект «Экология», который был сформулирован изначально и включал в себя очень много направлений, в том числе комплексную систему по обращению с отходами. И вот реализовывая его, получилось такое уже понимание, что просто так создавая систему обращения с отходами, с целью его не достичь. Как раз не хватает стимулов для вторичного использования. Поэтому появился отдельный федеральный проект, который является дополнением. Он называется как раз федеральный проект экономики замкнутого цикла. Да, вот я о нем как раз таки спрашиваю. И вот он, соответственно, дополняет общий нацпроект. И в этом смысле показателями эффективности является как раз по утилизации не менее чем 50%. Но там сначала стояла история, и касалась она твердых коммунальных отходов. А сейчас в рамках вот этого федерального проекта экономики замкнутого цикла цифры оценочные, и они понятны по большим объемам, в том числе промышленных отходов, отходов производства и сельскохозяйственных отходов. И поэтому в рамках федерального проекта экономики замкнутого цикла дополнены еще ряд отраслевых программ по расширению использования вторичного сырья вот в этих отраслях. Сейчас уже принято 4 отраслевые программы. Одна из них касается использования вторичного сырья в строительстве, одна касается использования вторичного сырья в промышленности, соответственно, в сельском хозяйстве и в энергетике. То есть эти вектора сегодня уже заданы. Кроме этого, мы знаем о том, что есть огромные объемы отходов, которые выделяются из общей массы просто в силу своего количества. Это золошлаковые отходы, вскрышные породы. По ним даже, именно как по виду отходов, приняты отдельные, соответственно, дорожные карты. Потому что, конечно, количество их, оно просто само по себе заставляет обратить на них отдельное внимание. Таким образом, федеральный проект экономики замкнутого цикла является комплексным и включает в себя. И здесь, кроме таких показателей, чисто количественных, о которых мы поговорили, и принятие тростовых программ, и вот эта утилизация, кроме этого изменения в части экопросвещения. Потому что проще и дешевле предотвратить образование отходов, чем бороться с последствиями. Вы говорите про превентивные меры, как раз таки. Вот ваша ассоциация является площадкой, где взаимодействуют буквально все, да, и люди, и органы власти, и активисты. То есть вы таким неким связующим звеном, получается, являетесь. Правильно я понимаю? А вот на полях форума, с чем вы пришли, с какой целью, для чего, как вы хотите, с чем вы хотите уйти, скажем так, с такими. Очень хороший вопрос за него, вам большое спасибо. Дело в том, что в прошлом году мы проводили первый раз площадку здесь, как раз в рамках форума. И в прошлом году мы больше и активнее общались с широкой аудиторией. У нас была секция, куда мы пригласили управляющие компании из сферы жилищно-коммунального хозяйства, для того, чтобы увидеть вот такой взгляд со стороны, ну, как бы, широкого актива. Посмотрев, оценив, поработав год, отработав прошлогодние результаты, в этом году мы даже сузились и решили провести экспертную площадку. У нас было, может быть, менее публичное мероприятие, но вы не поверите, мы не могли разойтись. Вместо двух часов она продлилась три. Причем с онлайн-включением, с участием представителей ППК «Российский экологический оператор», с участием Российского университета Плеханова, тех кафедры товароведения, которые давали экспертизу и оценку использования и в стройке, и везде. Люди, представители органов власти, мэрии Санкт-Петербурга, представители экологического оператора, ритейла, сети «Магнит», производители, которые говорили о пластиковой упаковке, фонда «Спасибо». Как итог этой встречи мы, собственно, достигли того, ради чего собирались. Дело в том, что многие, ну, наставим такое слово, оно, может быть, не очень красивое, но оно хорошо передает, актеры, да, то есть многие актеры вот в этой цепочке, в экономике замкнутого цикла действительно серьезно, глубоко озабочены этой проблемой. Они хотят эффективно все использовать, хотят создавать цепи взаимодействия, но каждый из них живет в своего рода информационном пузыре. И поэтому зачастую увидеть синергию и вот такое усиление резонансное, которое от взаимодействия друг с другом может возникнуть, не получается. И поэтому, когда мы встречаемся и когда мы говорим и рассказываем о том, с одной стороны, какие практики уже есть, с другой стороны, мы как ассоциация, поскольку вот на стыке, на перекрестке оцениваем возможности и предлагаем возможности друг друга вот этим разным действующим актерам, и орган власти, как в территориальном разрезе оценивает, как для него, для региона, для тех, кто связан и реагирует на запрос граждан, может быть полезен тот опыт, который родился вот в других точках, вот это и есть результат. Поэтому сегодня мы говорили о том, каким отходом не место на контейнерных площадках, о том, что маршрутизация по строительным отходам, по пищевым отходам, по текстилю... А каким отходом не место на... Вот я их и перечисляю, то есть на контейнерных площадках ничего из этого не места, ни пищевым, ни текстилю, ни строительным и так далее. И более того, задача мер поддержки, придав статус социального бизнеса тем, кто занимается утилизацией этого, запустить вот эти системы сбора до контейнерных площадок и наладить взаимодействие, помочь взаимодействие в своем регионе именно тем, кто не выдает желаемое за действительное, а на самом деле, знаете, вот эти всякие скандалы с утилизаторами были, где там всякие истории с якобы кто-то что-то утилизирует, выдают всякие документы, а потом это все равно едет, к сожалению, туда, куда не должно ехать. А именно добросовестные, именно те, кто доказал и сегодня уже работает, что они должны взаимодействовать и с региональными органами власти, и друг с другом, понимая задачи, дать возможность, объединившись с заинтересованными управляющими компаниями, гражданами, активом, дать возможность региону решить проблему и накопления отходов, и сокращение захоронения, и утилизации для тех добросовестных производителей, в том числе гостиничного бизнеса, общественного питания, которые готовы, хотят, и, между прочим, используют это уже как маркетинговый ход, потому что сейчас наступило такое время, когда покупатели, зрители, если это кинотеатр или что-то, граждане, замечательно реагируют и готовы поощрять того, кто оказывает им услугу, не просто так, а еще и ответственно, еще и следя за тем, чтобы как можно меньше отходов попадало в результате его деятельности, и как можно больше пользы было принесено, ну, скажем так, смежно с основной услугой. То есть у экономики замкнутого цикла в России, в общем-то, есть все возможности. Да, все возможности, и самая добрая и хорошая поддержка со стороны граждан и власти. Замечательно. Я вас благодарю, уважаемые друзья, только что я беседовала с Валерией Гулимовой, исполнительным директором Ассоциации содействия экономики замкнутого цикла ресурсов. Спасибо. Спасибо.